Болейте за Дашу Шигину. Кинишемка, выпускница вокальной студии А плюс Б, участвует в седьмом сезоне шоу «Голос». На слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники. Даша в команде «Басты». И уже на следующей неделе начнется зрительское голосование. Даша попала на телепроект не сразу, только третья попытка оказалась удачной. Тебе хочется выглядеть в самом лучшем свете. Впечатления непередаваемые. То есть, испытав вот этот большой стресс, я начала испытывать новые эмоции. Ко мне приходит вдохновение. Я начинаю писать песни. Я начинаю что-то творить, начинаю что-то делать свое. Ну, в общем, он из-за этого меня дал такой большой толчок. Он действительно сделал во мне перезагрузку. За Дашу болеют не только родственники из Кинишмы, но и ее педагог Татьяна Ахомуш. Художественный руководитель студии А плюс Б. Заслуженный работник культуры России. Точно так же, как эти девочки, Даша регулярно приходила на занятия. Причем каждый раз ее привозили в Иваново из Кинишмы. Я по пятницам смотрю Дашу и хочу, чтобы она победила. Потому что поет она очень хорошо. Педагог не сомневалась в успехе своей воспитанницы. Целенаправленно она идет к своей цели. Она с самого раннего детства очень полюбила пение. Хоть и не так просто это все, но ей очень это нравилось. Это было видно. Надо сказать, что она трудяшка. В наше время не так-то много трудяшек. Многие ленятся. Татьяна Ахомуш с волнением следит за телепроектом. Но искренне считают, что победа в конкурсе не самая главная. Наша задача хорошо, отлично даже выступать. Показывать свое творчество. Показывать, что в нашей области есть таланты. И их много, немало. И когда ребята на конкурсах и выступают, я всегда говорю, главное не гран-при, а главное ваше выступление достойное. Интересно, но участники дискотеки «Аварии» в свое время учились петь тоже у Татьяны Ахомуш. Да, вот в этой комнате они занимались по субботам. Да, ну немного, они где-то года полтора здесь были. А потом через комсомольскую организацию, ну я тогда имела очень тесные контакты с комсомолом, да. И мы, в общем-то, знаете, как-то так получилось, что они попросили их пристроить где-то вести молодежный клуб, там дискотеки. Ну, я приняла это участие, договорилась. И они таким образом стали в БИМе, в клубе «Фабрики БИМ». Они открыли свою дискотеку. Ну и поехало, пошло. Для Татьяны Ахомуш, Даши Шигина и еще один выпускник студии Иван Дятлов – последние звездочки. Иван, кстати, тоже участник телепроекта, но уже на канале «Звезда», где он единственный представляет наш регион. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.